МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для охотника Зайцев славился как отличный стрелок. Его пытался убить лучший специалист вермахта, руководитель немецкой школы снайперов Торвальд. Это была настоящая снайперская дуэль. Наш снайпер знал уже о том, что действительно на него идет охота, и, естественно, тоже решил не остаться в долгу. В результате дуэль между снайперами длилась 3,5 дня. И, конечно же, наш советский снайпер оказался и более метким, и более хитрым, и более выдержанным, чем прославленный немецкий специалист. А этот набросок родом буквально из окопа. Любительский рисунок немецкого военного. Курт Ройбер, «Сталинградская Мадонна». Карандашное произведение появилось в рождественскую ночь 42-го на обратной стороне географической карты. Это же уже декабрь 42-го. Это уже началось наступление советских войск на всем протяжении Сталинградского, Донского, Юго-Западного фронтов. И, видимо, уже здесь начинает проявляться обреченность, которую в тот момент начинали ощущать немецкие солдаты, которые понимали уже неотвратимость того, что с ними вскоре случится. Вторую «Мадонну» Ройбер нарисовал уже в плену, где в скором времени и скончался. Сдался частям Красной Армии и прославленный генерал, командующий 6-й пехотной армией Фридрих Паулюс. А ведь в начале Сталинградской битвы он рассчитывал, что немецкие солдаты получат знаки отличия за эту победоносную операцию. И даже сам доработал эскиз Сталинградского щита. Вручать уже, как оказалось, некому. Практически все оказались либо погибшими, либо плененными. Лица, пейзажи, кровопролитные бои. Не по памяти, а с натуры. Каждый рисунок буквально пропитан болью и ужасом тех дней. Живые свидетели, рассказывающие историю, не хуже документов и боевых орудий. В экспозиции Краеведческого музея лишь репродукции подлинных рисунков. Доставить из Волгограда оригиналы оказалось очень сложно. Но даже эти копии передают каждую эмоцию. Юлия Абрамова, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.